приветствую всех на своем канале сегодня мы поговорим о том как ускорить распускание почек для того чтобы ваша орхидейка постоянно цвела это можно сделать с помощью препарата или просто ждать пока она сама себе начнет свистеть это у меня чармер по системе он растет система закрыта немного наливаю воды на два пальца и корни у него хорошие вы когда купила вынула из горшочка все выпотрошила посадила в кашпо и немножко мхом прикрыл эту орхидейку я посадила в керамзит и она тоже неплохо себя чувствует черный просто постарше и он себя по-другому чувствует вот корни хорошие замечательно я вам пока покажу орхидеи а потом начнем ускорять процесс набухания и распускания почки здесь тоже корневая замечательно эту орхидея я с горшка не вынимала так как была так она и растет поливаю ее аккуратно и у нее все в порядке это орхидея которая поломался цветонос из-за котиков а цветет он вот так я цветонос поставила водичку и он продолжает цвести красивая орхидея насыщенная ярко эти цветочки уже отцвели вот еще цветет жалко конечно но цветением полюбоваться я смогла а вот она смотрите еще набухает дальше почечка растет вот эти препараты я не случайно достала сейчас с ними будем работать конечно мне больше нравится препарат hb энерген тоже хороший но hb мне больше понравился своем применении сам покажу как я применяю этот препарат а кисточка мне для того чтобы стирать пыль с растений я не купаю свои растения листочки протираю ваточкой тоже в препарате расскажу в каком следующем видео чтобы не были здоровые а купать не купаю так как ранее весна зима это прохладно для растений стресс в общем не купаю кто купает пишите такие результаты а я своими растения так не экспериментирую вот я приготовила пол литра отстойной воды ну с фильтра я взяла и беру я не энерген а беру hb 101 хороший препарат у меня есть много видео про них почитайте посмотрите комментарии почитайте беру всего лишь одну капельку сейчас пузырек пошел его хватает очень намного и он действительно действующий хороший препарат размешиваю и что я буду делать сейчас вам буду все показать на примере вот у меня есть растение дикий кот он не хочет цвести у меня он дикий кот и сейчас мы с вами будем открывать ему почку хоть одну я конечно открою потом еще несколько раствор готовый я убираю в сторону будет мешать беру своего дикого кота нахожу на нем почку спящего этим переворачивать он переворачивается на бок его уже пересадить не хочет держаться беру спящую почку и начинаю с ней работать начинаем ее открывать потихоньку не спеша не повредить сам цветочный цветонос сейчас посмотрим подойдет эта почка или нет вот смотрите как она открывается раз и здесь маленький такой бугорочек вот с этой почкой мы будем с вами работать я открою еще вот на этом цветоносе почку чтобы уже было две у нас так по кусочку обрываем не спеша чтобы не зацепить не нужно не повредить ничего почки очень нежно их можно повредить можно конечно смазать цитокининовой пастой но это гормон это надо иметь идеально здоровые растения с абсолютно хорошей корневой системы листики на диком коте я не повытирала сейчас делаю с почкой потому что я все хочу показать вам по-быстрому как с почкой обрабатывать теперь берем ваточку руковой спончик еще лучше у меня нашлась ваточка на скорую руку макаем в этот раствор выжимаем и эту ваточку делим пополам прикладываем к вот этой почки так прикладываем влажную и здесь так же самое можно так оставить но для фиксации можно взять для орхидеи такие зажимчики вот так прижать все через сколько откроется покажется почка набухнет я вам все буду показывать и рассказывать а сейчас приступим к другой орхидеи мы ее пока оставим в покое еще одну почку открою покажу этим раствором также хорошо протирать листочки вот и беру чистую салфеточку бумажное обыкновение и так прижимаю протираю листочки это тоже хорошая стимуляция для цветения и восстановления все система нашего цветка на камеру вытирать не буду потом протру а сейчас хочу показать вам как еще можно стимулировать растения то мы смотрелось с почкой которую открываем сейчас другой вариант вам покажу листики протираем с двух сторон и сверху удаляя пыль из-под низу тоже этот готовый раствор также можно перелить в опрыскиватель и спокойно обработать ваши растения прежде чем его обрабатывать нужно просерить листочку корневую систему особенно эти воздушные корни они очень хорошо впитывают это растение эту жидкость препарат и отзываются смотрите еще можно поливать этим раствором растение только опрыскивать поливать по краю горшка пока вода не станет на два пальца больше не поливая так как в этом растении есть в этом горшке торфяной стаканчик я его не вынимала только нижний корни напьется им хватит влага поднимется полу горшку и вот все в порядке да если мы опрыскали растение его обязательно нужно вытереть в пазухах листочек так просто салфеточку поставьте особенно если вы попали в центр рост самый верхний листочек если мы попали в самый верхний листочек серединка начнет гнить будем ждать эксперимента когда набухнут почечки я вам покажу еще я хочу вот здесь пробудить цветонос так как обломанный в чем будет стоять сейчас я сделаю это за кадром всем спасибо за внимание это орхидейка показывала прошлом видео на брякли два бутончика и вот она распустилась видите как красиво она плотная восковая это искусственно всем удачи всем пока всего вам доброго